Привет, друзья! Наверное, вы знаете, что я готовила для вас две серии мастер-классов, но я вписалась сама как участник в один марафон, очень важный для меня, он шел больше месяца, и я не успела эти проекты запустить, и вот только на днях я освободилась. И сейчас так ситуация в мире изменилась, что мне хочется быть полезной для людей, которые сидят дома, у них очень много времени, желания заняться чем-то новым или продвинуть свои какие-то знания. Поэтому я хочу сделать скидку на свои два курса. Я уменьшила цену в три раза. Одна серия мастер-классов будет стоить 850 рублей, другая – 1200. Что входит в эти серии мастер-классов, можно посмотреть на сайте. Я приложу ссылки. Но не пугайтесь, цена на сайте стоит старая. Чтобы приобрести со скидкой, либо посмотреть бесплатные уроки, которые сейчас выложены на онлайн-платформе, переходите по другой ссылочке, которая называется «Онлайн-платформа». Вот вы перешли по ссылке и видите три папки. Как рисовать акварелью, портрет и фигуру. Смотрите, первая папка. На ней значок зеленого цвета. «Открытый замочек». Это значит, что все уроки в этой папке открыты бесплатно, и вы можете их просмотреть. Сейчас здесь два урока. Обнаженная модель акварелью и портрет акварелью. Вторая папка. Как рисовать портрет. Здесь желтый значок. Он говорит о том, что некоторые уроки здесь открыты, а некоторые закрыты. Можно посмотреть первые два урока. В первом уроке про материалы. Здесь не только про материалы, там еще вкратце о том, как вести работу. Важная информация, послушайте ее, пожалуйста. Следующий урок – положение фаз. Если он вам понравился, вы спускаетесь к любому закрытому красненькому уроку, нажимаете на него, и увидите кнопку «Получить доступ». Нажимая на нее, вы можете приобрести. Тут показана цена, время, доступа. И можно, нажав «Перейти к оплате», «Перейти к оплате». И вы получите доступ к этому полностью курсу. И все эти значки станут зелеными, и вы сможете последовательно проходить все уроки. Дальше. Третья папка. Как рисовать человека. Здесь тоже желтый значок. Тоже часть уроков открыта. Вот у нас открыт первый урок «Как вести набросок». Если этот урок вам понравился, вы точно так же, нажав на любой закрытый урок, можете получить доступ ко всему курсу. Как перемещаться по урокам. Смотрите, как немножко ориентироваться. Вот я пошла изучать портрет. Смотрите, вот мои уроки. Например, я вот пошла первый изучать. У меня сразу же под уроком есть стрелочка «Следующий урок». Я могу нажать. Вот я просмотрела видео, и я могу нажать на «Следующий урок». У меня появился следующий. Опять появилась стрелка «Следующий и предыдущий урок». Теперь я могу перемещаться таким образом. Но в какой-то момент, например, я захотела вернуться на главную страницу, где были все три папки, и перейти в другую папку. Посмотреть, например, бесплатные уроки «Акварели». Тогда я нажимаю вот здесь на главную и попадаю к нашим трем папкам. А теперь пара слов о том, как прикреплять домашки. Смотрите, я захожу в любую папку, которую я приобрела доступ. Вот у меня урок «Положение фаз». Например, захожу в него. И смотрите, над видео вот здесь у меня есть две вкладочки «Контент» и «Задание». «Контент» – это само видео, которое мы смотрим. И вкладка «Задание». То есть я посмотрела видео, я нарисовала домашку, нажала на вкладку «Задание», нажимаю, смотрите, «Ответить». Появляется поле для ввода текста, а здесь ссылочка «Выбрать файлы на вашем компьютере». Вы выбираете файлы, а здесь в тексте письма пишите что-нибудь, например, «Хочу получить обратную связь». Или пишите, какие трудности у вас возникли. Может так получиться, что если это поле письма оставить пустым, возможно, что кнопка «Отправить» не сработает. Поэтому не бойтесь, напишите здесь любой текст. И вы нажимаете «Отправить». А теперь еще раз о условиях, как получить обратную связь. Чтобы получить обратную связь по вашим наброскам, вам нужно выполнить минимум 10 набросков. И чтобы на фотографиях или на сканах изображение хорошо читалось. Тогда я с удовольствием напишу и дам вам рекомендации, с чем вам лучше поработать, на что обратить внимание. На этом все. С вами была Дарья Позняк. И до новых встреч.